первым ребят это дима масленников и сегодня у нас отвечает и страдает внимание вопрос Самое мерзкое вылетит тем, кто дал неправильный ответ на этот простой вопрос Вы готовы? Слышь, это что, гробы? блин ну и на что вы меня подписали что на этот раз скажи мне вот там короче я когда сошел я не знал что подписывать все это садится туда ничего такая дырка я надеюсь оттуда ничего плохого не полезет ну в тюрьме как говорится хуже я просто надеюсь пожалуйста не не тараканы не жуки не червяки самое главное не волнуйтесь за участников они сегодня точно вышел и ты сможешь выжить но уже в нереально мобильной игре state of survival постапокалипсис было использовано смертоносное оружие которое погрузило мир в хаос все заполонили зомби ты должен развивать свою базу собирать припасы создавать альянсы с другими игроками со всего мира защищать своих людей чтобы спасти человечество как говорится отвечать за свои решения но от себя ребят я лично добавлю что игра очень затягивает потому что там есть интересная сюжетная линия необычный геймплей и куча разных секретов которые вы можете находить еще одной отличительной особенностью этой игры является power defense самое главное все это абсолютно бесплатно так что если ты хочешь карамсать зомби то беги по моей ссылке в описании и используем мой именной промокод чтобы получить бесплатные стартовые пакеты в игре и плюс ко всему если скачаешь игру по моей ссылке в описании ты автоматически станешь участником розыгрыша 40 счастливчиков получат сертификаты на 4 тысячи рублей на зону бегом по ссылке в описании ты можешь открыть прекратим участвует у нас сегодня великий вася дава и эмиль парни вы готовы ну как сказать не совсем мне на самом смотрите я буду задавать вам вопрос у вас будет три варианта ответа вам надо выбрать правильно если вы выбираете правильный ответ из вот этой трубы из вот этого очка к вам летит ключ если вы отвечаете неправильно вы страдаете соответственно ваша задача первым выйти из клетки и тогда вы получаете наш шикарный приз который находится в этом расхуяренном телевизоре пока что это будет секретом кто выиграет тот узнает что там внутри но там честно есть за что побороться самое главное если вы не поймаете ключ он упадет под клетку и вы соответственно откроете ну что вы готовы вы готовы дети погнали погнали ну что первый вопрос вопросы очень сложные очень важные для человечества внимание вопрос что из перечисленного законом запрещено штате огайо я сам каждый день бываю я все знаю конечно один мыть руки больше трех раз в день два угощать рыб пивом 3 давить тараканов вечером время пошло а сколько секунд кто это все максимально абсурдно время ваш ответ все это абсурдно три два первое два три три один два а получается вася ты реально думаешь что в штате огайо запрещено мыть руки больше трех раз в день да сомнительное мероприятие а что ты выбрал третье третий ты реально думаешь что тараканов давить не надо ну думаю да он что-то держит давай давай а в какой вселенной ты живешь что в штате огайо запрещено угощать рыб пивом да хер его знает ну что давайте узнаем правильный ответ вы готовы? нет не готов а мне все равно приготовились все пацаны только ни руки только ни хуйня какая пожалуйста, пожалуйста я вас умоляю блядь блядь что ключ упал я его проебал блядь ключ проебал чувак она ледяная блять пацаны я ключ проебал так тебе надо блять это все фуня кто кормит рыб пивом вот это вопрос у меня правильный ответ в штате агайо запрещено угощать рыб пивом класс супер это отлично я проебал ключ я я я подумал что это жук какой-то пацаны я вам честно скажу до этого момента я искренне переживал что я там не сижу не участвую сейчас я прям вон он твой ключик смотри мне кажется что-то уронил держи серьезно ой ребят сегодня я буду мразью простите меня пожалуйста но такой формат надо сделать его реально круто специально для вас второй вопрос чья скорость выше мяч после удара роберта карлоса вас 2108 с движком 1 и 3 бег гепарда время пошло гепард обгонит вас кто-нибудь подскажите пацаны 7 8 9 10 кроме 1 1 1 хотя слушай если если 3 он сказал 3 блять сказал я сказал 1 сказал 3 что пацаны вы реально думаете что мяч после удара роберта карлоса перегонит гепарда мне кажется в начале когда там вообще пуля просто ты разбираешься в тачках и ты хочешь сказать что вас 2108 он медленнее гепарда на блять трубу не смотрим вы готовы узнали нет не готовы да не томи ты что это блять ты поймал миль там был ключ там был ключ там был ключ блять я поймал я поймал эти штуки здесь я думал будут отдельно ключи падать я блять поймал начал жрать я не знал что ключи блять под вот и я том же блять вон он лежит я же сказал при правильном ответе вылетит ключ как он вылетит я вам не сказал а я обрадовался начал есть несколько думаю ну типа ладно ты надо лучше посмотри ему хорошо может есть вариант хотя протереть блять то я нихуя не вижу так у меня аж ноги онемели блять это такой страха блять как мне нравится это шоу внимание вопрос сколько пальцев я держу за спиной своих варианта ответа один четыре шесть все в чем подвох время пошло ты совсем больно все восемь девять десять время 1 1 3 то есть я держу за спиной шесть пальцев то есть я держу за спиной один палец хорошо это максимально какой-то странный вопрос сейчас будет понятно кто ответил правильно а кто нет вы готовы вы только не что только не пауки только не живность пожалуйста а Для тех, кто не понял, это были личинки мух. Уважаемые игроки, внимание, правильный ответ. Я не сказал, сколько я показываю. Я сказал, сколько я держу пальцев. Давай, сколько я держу пальцев за спиной. А их, давайте почитаем, раз, два, три, четыре, пять и шесть. Шесть пальцев, правильный ответ. Эмиль, я тебя поздравляю. У меня эти личинки прилипли к рукам. Батриха в штаны, а что? Эмиль, ты что, с ума сошел, что ли? Я начал чистить апельсин, у меня выскользну ключ. Вот так. Открывай замок. Эмилька, я тебя поздравляю, но все еще впереди, поверь. Я не спорю. Можно я его почи... Да, ты можешь покушать его, да. Хотя нет. Так, у нас было три вопроса и только один замок открыт. Пожалуйста, будьте внимательны. Вы хотите услышать вопрос? Да, нет. Но самое главное, что задам его не я. Что? Блядь! Сука! Блядь! Блядь! Это Соболевка! Сколько калорий в Дошираке? Воу-воу, сильно, сильно. Да, я был нужен для этого здесь. Три варианта ответа. Калорий в Дошираке. Шестьсот тридцать три. Триста девятнадцать. Или четыреста пятьдесят пять. Время пошло! Я же постоянно хаваю Доширак. Ты должен знать, да, вот. Ты должен знать, ты постоянно ешь Доширак. Ты постоянно ешь с Олей Доширак. Я думаю, что, да, Оля не только ест, она еще и купается в нем иногда даже. Поэтому... Подъем с защитой на Николай. Время! Оля! Второе! Давай, шестьсот, шестьсот, вот это, второй, да, вариант? Первый. Ну что, друзья, выставите свои ладошки. Там что-то сыпется. И прямо сейчас в руки того, кто назвал правильный вариант ответа, упадет заветный ключик. Блядь! Что это? Ковно какое-то! Кактусы. Кактусы. Ёб... Блядь! Сука! А в кактусе что-то могло быть, нет? Николай, огромное вам спасибо. Да, друзья, это была ответственнейшая миссия задать вопрос про Доширак, на который даже не ответили. К сожалению. Бля, вот эти иголки остались в руке, понял? Ну, все, Николай, уходи. Как говорится, Коля приходит, но хорошо, когда он уходит, да? Коля, я тебе не прощу этого. Коля, я думал ему заодно. Ну, вообще-то, стыдно не знать, что в Дошираке ровно 455 калорий. Очень стыдно, это должен знать каждый, я считаю. Ну что, следующий вопрос, в принципе, простой. Назовите дату начала Второй мировой войны. Варианты ответа. 1 сентября 1939-го. Второй вариант. 3 октября 1939-го. Третий вариант. 22 июня 1941-го. Время пошло. Че, кто историю учил? У кого пятерка по истории, ребят? Я пас. Время! 1, 1. Давай, я вас дисквалифицирую, и вы останетесь здесь навсегда, если вы будете отвечать позже остальных. Время, вы отвечаете на вопрос. То есть, вы хотите сказать все втроем, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939-го года? Наказание будет жестоким. За неправильный ответ. Нет, пожалуйста, нет! За неправильный ответ на этот очень важный вопрос для всех. Это правильный ответ. Я искренне надеялся, что вы все-таки знаете немного историю и ответите правильно. Минус 1, бля. Чисто. Все. Сделано. Если смотрит сейчас меня учительница моя по истории, спасибо вам большое, Нина Степановна, за то, что... Ага, спасибо. С вашей помощью я сейчас отгадал и, возможно, даже выберусь. Честно говоря, если она это реально посмотрит, она так охуеет. Внимание, вопрос. Важный. Математически. Ненавижу математики. Сколько зерна в год в граммах могла бы съесть дюймовочка? Я реально этим занимался полдня. Блядь, что? Я прочитаю. Блядь, мне кажется, это просто фантазия. Это не математика. Сколько зерна в граммах могла бы за год... Дим, нечестно, такие вопросы задаваются. Почему? Я офигел. Это даже не математика. А ты не помнишь сказку? Ну, не настолько. Что она по ползернышка в день съедала. Блядь, ты нас видел, блядь? Какая сказка, блядь, про лировочку, блядь. Еще раз вопрос. Сколько зерна в граммах в год могла бы съесть дюймовочка? Вариант ответа. Два грамма. Второй вариант. Шесть грамм. Третий. Четыре грамма. Время пошло. Два грамма, четыре грамма и... Два, шесть, четыре. А ползерна сколько грамм? Ты в душе ебу, блядь. Это невозможно ответить. Почему? Посчитай. Ну что, время закончилось. Ваш ответ. Шесть грамм. Шесть грамм. Как вариант ответа, повтори, пожалуйста. Два, шесть, четыре. Шесть. Как приятно, когда ты стоишь здесь, а люди все-таки будут немножко страдать. Вы готовы? Нет. Нет. Да, 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 да. Сука. Да, 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 да. Да, да, да. Я пойму. Да. Это чистое везение, пацаны. Сорян, я как бы выхожу отсюда потихоньку. Она просто ударился об эту хуйню и улетела. Ну, жалко. Ну, честно говоря, не знаю, что еще сказать, Эмель, действительно, очень жалко. Сука, блядь. Сука, блядь. Нахуй. Да. Ну что, правильный ответ на этот вопрос. Мы реально занимались подсчетами и дюймовочка действительно съедает всего 6 грамм зерна в год. Очень-очень экономичная женщина. Так, назовем, кроту повезло. Вы готовы к следующему вопросу? Да. Мы готовы, пацаны? Прекрасно. Сука, блядь, что-то не отвечает. Чего вы стонете? Поверьте, здесь реально очень крутой приз. Вы думали, я просто так его вам отдам? Я не сделал здесь бабки, я не сделал здесь какие-то, блядь, драгоценности и так далее. Здесь реально крутой приз, который один из вас в честной борьбе может забрать. Так что, хоррэ, стонать и переходим к следующему вопросу. Погнали. Давайте так. Категория русское кино. Вот так вот. Внимание, вопрос. Давай. Фильм какого из данных российских режиссеров был удостоен премии «Оскар»? Варианты ответов. Бондарчук, Кончаловский, Бекмамбетов. Время пошло. Что скажешь? Эй. Слушай, ну Бондарчука тоже могло уже. Мне кажется... Вот второго я не знаю. Блядь, ты заебала она, сыплась. Второго я не знаю, мне кажется. Вы первые, либо... Да. Время подходит к концу. Мне кажется, сыплась. Окей. Время! Первое. Третье. Еще раз. Третье. Бекмамбетов. То есть ты хочешь сказать, что Бондарчук. Ну да. Получил «Оскар», да? У него же там были какие-то сильные фильмы. Ты серьезно? Ладно. А вы вдвоем считаете, что Бекмамбетов, который снял «Черную молнию», например, получил «Оскара», да? Сейчас мы узнаем правильный ответ. Вы готовы? Вы готовы? Не смотри в трубу. Не смотри в трубу, я сказал. Вы готовы? Нет. Да, готовы. Да, все, давай, брат. Что это? Что это? Коричневое. Холодное. Ледяное. Почему все ледяное? Да, сука. У тебя ключ? Да, блядь. Бондарчук? Бондарчук. И фильм, если я не ошибаюсь, какой-то один из «Притяжение» или... Нет, ты что, дурак, что ли? Ребят, послушайте. Дальше бы у тебя что-то сказать. Речь шла о Бондарчуке-старше. Он снял «Войной мир». Точно. «Войной мир» этот фильм был удостоен премии «Оскара». Я тебя понял. Эмиль, а откуда у тебя такой красивый гель для волос? Это новый. Жмашу. Ну-ка, можно? О, с клубничкой коктейль пошел. Следующий вопрос. Руки липтите. Я хочу сказать, что у одного из вас будет небольшая фора. Фора? Фора. Русское слово «фора». То есть преимущество. У нас интеллектуальная передача. Внимание, вопрос. Какой самый первый сингл выпустила Ольга Бузова? Варианты ответов. Варианты ответов. Привыкаю. Не забывай. Мало половин. Время пошло. Честно, я знаю. Ты реально знаешь? Да. Я тоже. Какой? Не, братан, отвечай первым. Просто... Пусть первый ответит. Оля, пожалуйста, если ты смотришь это видео, неважно, что будет дальше происходить, знай только то, что я тебя ляблю, и все у нас будет хорошо, как бы... Вот неважно, что бы, просто, знаешь, там на «Шазаме» как бы балаловано. Нет, у нас все хорошо было бы, если бы я правильно ответил на этот вопрос. Ну что, время! Первый вариант. Второй, второй, первый. Да, пяти, братан. Смотрите. Вы гоните? Самый важный момент. Сука! Такой чувак. Блядь! Не смейтесь! Просто я помню, что... Смотри, мало половин точно не был первым. Да, понятно. Да, я помню, что вот привыкаю была... Я привыкаю... Нет, нет. Мне больше не больно. Я очень надеюсь, что я все правильно помню. Оля, родная, знай, что я тебя люблю. Давайте узнаем правильный ответ. Давай! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Блядь! Блядь! Они на тебе щетят! Блядь! Блядь! Они на голове, на голове! Блядь! 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 Что ты кричишь? Это всего лишь туркменский таракан. Блядь! Сука! Сука, блядь! Ой, он здесь сидит, смотри. Смотри, он на тебе. Ты что кричишь? Вот он на колени. Сука! Какой трек был первый в сольной карьере? Действительно, этот трек привыкаю. Но до этого она делала сингл с текилой, который называется «Не забывай». И он был аж в 2011 году. Ну что, давайте переходим к следующему вопросу. Погнали. Погнали. Мы готовы. Внимание, вопрос. Какой статье Уголовного кодекса Российской Федерации соответствует рост Майкла Джексон? Интересный вопрос. Но! Отвечать будете не вы, а другие люди. Пожалуйста. В смысле? Подожди, подожди. Здравствуйте. Разрекаешь этот я спал? Да, ты бы не мог зайти сюда и заменять сюда? Ну что, сейчас за великого Васю отвечает его монтажер Артур. За Даву отвечает его друг Гоша, который топчет бессовестно тараканов. И за Эмиля отвечает Полина. Ну что, еще раз вопрос. Какой статье Уголовного кодекса Российской Федерации соответствует рост Майкла Джексона? Вариант ответов. 175-я статья. Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Второй вариант. 162-я. Разбой. Третий вариант. 183-я. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну. Время пошло! Не переговариваемся! Не переговариваемся! Я не засчитаю. Прости, брат. В смысле, прости, блядь? Твоя зарплата на кону, братан, блядь. Не переговариваемся. Время идет. Ты же знаешь. Рост Майкла Джексона. 175-162-183. Время подходит к концу. Давайте ответ. Первое. Че, блядь? Первое, первое. То есть вы считаете, что рост Майкла Джексона Майкл Джексона? 175-1. Если ты ответишь неправильно... Ну что? Давайте узнаем правильный ответ. А давай ты руки сюда поставишь? Давай, давай. Ловим ключи, пацаны. Вдруг правильно. Если это неправильно, я же выиграл. Можете сказать спасибо вашим друзьям, потому что они все ответили правильно. Кидайте ключи, ребят. Ты проебал? Да! Он просто упал, нахуй. Пиздец, блядь, нахуй. Я увольняю. Как так, нахуй? Честно говоря, мне нравится этот праздник. Ну что, пацаны, надо выбираться из клеток. Я напоминаю вам, пожалуйста, сосредоточьтесь и правильно ответьте на вопрос. Он более-менее простой. Просто внимательнее слушайте, вы не слушайте вопросы. Что больше стоит? Что дороже? Что дороже? Один килограмм глазированных сырков, стоимость десяти грамма кокаина в Колумбии, но вот и третья проездной в метро на три дня. Блядь. Логически, подумайте. Дороже стоимость? Что дороже? Что дороже? Блядь, я понял, какой подвох здесь, блядь, но тут момент другой, блядь. Тут отталкиваемся от ситуации, которая у нас на сегодняшний день в стране, или же просто... Вообще похуй. Не надо отталкиваться. Один килограмм глазированных сырков это вот просто молоко в шоколаде, блядь. Да. Второе. Десять грамм кокаина в Колумбии, либо проездной, проездной карточка в метро на три дня. Блядь, кокаин, конечно. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Время. Кокаин. Окей. Сука. Я не знаю, они сговорились. Пожалуйста, пожалуйста. Я умоляю, пожалуйста. Самое главное. Сейчас будет. Сейчас, пацаны. Самое мерзкое, что существует... Ты гонишь? Не гоню. Самое мерзкое, что существует на этой планете. Змеи? Не. Это слишком просто, братан. Бывшая? Воу. Я не буду ловить нахуй. Ну что, вы готовы узнать правильный ответ? Самое мерзкое в этом мире вылетит тем, кто дал неправильный ответ на этот простой вопрос. Давайте. Блядь, это пицца с ананасом. Фу, блядь. Самое мерзкое, что есть на свете. Чего не вынесло? У тебя ничего не выпало? Нет. А, подожди, вот она. А, вот он! Он, он... Подожди, а как ее развязать? У меня пальцы все в херодине, я не могу это сделать. У меня липкие руки. Да, братишка, да, я уже ближе к свободе. Парни, естественно, естественно, что 10 грамм наркотических веществ стоит дороже всего, чем килограмм сырков либо проездной в метро. Это логично. Я поздравляю Даву. У него осталось всего два замка, у Эмиля два, у Васи три. Но все может измениться, потому что самые интересные вопросы. Я очень близко, очень близко к победе. Очень близко. Слово. Метилпропенделиндигидроксицинноминилакрилическое. Сколько букв в этом слове? Повтори еще раз. Метилпропенделиндигидроксицинноминилакрилическое. Это одно из самых длинных слов русского языка. Вариант ответов. 47. Второй вариант. 60. Третий вариант. 55. Время пошло. Я не буду считать, я просто любимый сэкфик какой. Не скажу. Чего это не скажешь? Время подходит. Ваш ответ. 55. Какой там по счету? Есть, брат? Есть. То есть ты считаешь, что в слове, в простом слове, который изучают в третьем классе метилпропенделиндигидроксицинноминилакрилическое, всего 47 букв? Да. Ты считаешь, что 55, да? Тогда, Вась, давай, Эмиль, ловите. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы походу... Блядь, рыба, ёб твою мать! Родненький, почему ты застрял? Я тебя вытащил. Да, всего один замок. И все, адьес. Адьес, Амиго. Бля, как воняет рыба, еб твою мать. Чувствуешь? Ну что, ребят, у нас практически финал. У Давы и у Миля осталось всего по одному замку. У Васи их три. Возможно, это финальный вопрос. Давайте, пацан. И он связан с моим каналом. Это заведомо, понял, подстава сейчас. Возможно, возможно. Кто-нибудь смотрел Госбастер? Да. Прекрасно. Я его снимаю в разных странах мира. И теперь возникает вопрос. На каком языке некий блогер Дима Масленников задает свой вопрос? Квачи Квалькуна. Кто здесь кто-нибудь есть? Варианты ответов. Испанский, Итальянский, Хорватский. Время пошло. Квачи Квалькуна. Еще раз как. Испанский, Итальянский, Хорватский. Есть варианты. Спасайте. Время идет. Давайте общими усилиями. Квачи Квалькуна? Я буду посмотреть. Я не знаю. Пальчиком по Антону. Пять, шесть, семь, восемь. Ответ. Я не лох. Ну что, давайте узнаем правильный ответ. Все, мы выиграем. Мы сейчас выиграем, пацаны. Давайте. Братишка, я на тебя надеялся. Ты должен был правильно ответить. Квачи Квалькуна. Ну, во-первых, это было супер, так знаешь, типа напряженно с какой-то стороны. Слушай, ну я ехал как бы вообще на другой ролик. Мне не сказали, что будет твориться. Кто победит? На самом деле, честно, я вообще не думал, кто выиграет. Но тут боякая ситуация. Слушай, ну приз на самом деле очень прикольный. Мне понравилось то, что это не бабки, это не какие-то там паприкушки и прочее. Все произошло, как произошло. Только не говорите, что вы уронили нужный. Ну что, Дава, я тебя поздравляю. Твоя победа, ты можешь забрать наш секретный приз. Бро, спасибо большое, но я думаю, что лучше будет отдать Эмиле победу. А че это? Я честно, я не знал. А че не мне? Я не знал последнее. Ну или Вася. Просто я не знал ответ на последний вопрос. Вот, и я подпределил. Ах, ты бессовестный. Ну я по факту, я по факту, бро, не знал, поэтому я тебя поздравляю. Ты его все классно. Может, Вася пришел? Ну что, я вас поздравляю, ребят. Ты очень великодушно отдал победу Эмилю. Эмиль, ты готов узнать, что ты выиграл? Честно, не знаю. Ну да, естественно, конечно. Вася, подожди. Подожди, блядь. Ну что, я тебя поздравляю с победой и твой приз это... Ничего. Там может быть что-то есть? Пустая коробка? Здесь, к сожалению, ничего нет, ребят. Нет, дело в том, что этот приз невозможно как бы положить сюда. Это действительно в настоящее время очень хороший приз. Ты можешь выбрать абсолютно любую точку планеты. Я плачу тебе поездку в эту страну на любой срок, который ты скажешь. Серьезно? Ну что, ребят, вот и все на сегодня. Спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Я искренне поздравляю Эмиля. Я поздравляю Даву с честной победой. Ну и поздравляю немножко Васю за то, что он наконец-то помоется. Ну и вот, обязательно подпишитесь на парней. Они этого достойны. Подпишитесь и на этот канал. Нажмите на колокольчик. Напишите в комментариях все, что вы хотите. Дима Масленников дальше будет еще интереснее.